Первое, ваше задание. Задание, я думаю, для вас будет просто, да? И на основе этого задания мы дальше с вами будем разбираться, как же делается рисунок, который является не просто отражением вашего настроения и состояния, а который должен иметь какое-то спорство с объемом. Попробуйте изобразить каркас человека в двух видах. Так, значит, вот у вас есть риск, примерно пополам его поделите. Примерно пополам поделите. Давайте договоримся, задание выслушиваете от начала до конца, и только потом начнете его выполнять. А то он покажет, что все понял, и сразу броситесь. То есть, выполняйте недослушай до конца, и сделайте совсем не то же. Поделите риск пополам. На одной половине. Изобразите, пожалуйста. И не делайте мелким изображение. Вот это очень плохо. Вы не сможете ничего увидеть. Так? Надь, Коля, обратите внимание, как риск лежит, вертикально или горизонтально? Горизонтально. Да? Ты уже наметил определение пополам? Да. Да, наметил. Хорошо. Хорошо. На одной половинке. Каркас человека, стоящего вам в фазу. То есть, человек смотрит прямо на вас. Скелет полный не рисуйте. В данном случае это совершенно не надо. На каркасе что должно быть выделено? Обязательно. Голова. Положение позвоночника. Плечевые суставы. А для того, чтобы иметь головой позвоночник, получить плечевые суставы, скажите, центральная линия тела к плечу. Какие части скелета идут? Да. Грудина. Грудина к плечу идет? Коля, у вас заметная натуральная. Итак, к плечевому суставу центральная линия тела. Какие детали скелета идут? Еще раз. Голова. Вот плечевой сустав. Вот центральная линия тела. Вопрос. Какие детали скелета идут от центральной линии тела к плечевому суставу? Вот так. Позвоночник у вас так идет? Пость. Лопатки. Да, лопатки. Лопатки согласны. Спина, стороны тела. А еще? А еще ключица. Ключица. И вот ключица как раз очень легко прочь. Сам основание шеи вот так положить два пальчика. Вот у вас передняя стенка шеи мягкая, мягкая, мягкая. Так? А дальше вы упираетесь в костяную преградку. Вот это основание грудины, рукоятка грудины. Смотрите, с левой и с правой стороны на основании два выступа. Вот они два бугорка. Между ними небольшое седло, да? Вот это головки ключицы. Каждая ключица куда идет у другого? Поехали, 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 поехали. Куда приехали? К ключевому суставу. То есть, когда вы показываете положение ключевого сустава, вы одновременно прикидываете, какая вина ключица. Хорошо. Плюс к этому, а чтобы ноги не отваривались от половища. Ребро подрисовать в рёдре. Ребро. Ребро. Забедренное суставо. Вот списочек того, что надо рисовать. Прочтите написанное на доске слово «рёдр». Его нет. Забедренное суставо. Та забедренное суставо. Присоединяющая заднюю конечность к осевому скелету. Отлично. А в какой части вашего скелета прикрепляется бедро? Бедро, первая часть ноги, да? Находится между тазобедренным коленным суставом. Ну и почему оно прикрепляется? Реально. В тазу. Отлично. Отлично. Значит, что ещё должно быть на схеме? Положение тазобедренных суставов. Итак, плечевые суставы, тазобедренные суставы. Ну и, разумеется, руки. И ноги. А таз. А как интересно, покажете тазобедренные суставы, если не прикидывая положение таза. У нас будет висеть вакуум, где-то неподалёку от позвоночника, да? Ну, для того, чтобы показать тазобедренные суставы, конечно, надо показать что? Что? Примерное положение таза. То есть, когда вы смотрите фаз, как проще всего делать схему? Промойте вертикаль. Человек стоит в вертикале. Ограничивайте вертикаль сверху и снизу. Немножко отступя от верхнего и нижнего края листа. Вот будет высота вашего человека. Теперь. Только, пожалуйста, не нажимайте сильно карандаш. Потому что просто листочка эти бумаги ещё. Попробуем разобраться. Какая же часть этой вертикали занята туловищем? Какая часть ногами? Какая шея? Какая глава? Длина бедра примерно чему равна? Примерно полторы головы. Полторы головы – это чуть коротковатая нога. Немножко больше, чем полторы головы. Примерно одно туловище. Как проверяется? Делиментарно проверяется. Когда вы подтягиваете коленку к руке, где у вас оказывается колено-статок? В районе плеча. А это значит, что длина бедра примерно равна длине будущей. Понятно? Обозначена длина бедра в долгую через единицу. Отлично. Ребята, это очень примерная пропорция. Итак, одна единица на длину туловища, одна единица на длину бедра. А теперь, а длина более никакая. Сравните с длиной бедра. Чуть меньше, чуть больше. Значит, на самом деле у разных людей комплекция может быть немножко разным. Но где-то в среднем можно принимать за единицу. Все поправки мы потом будем вносить. Итак, вот что мы получили? На три части разделенную вертикаль. Она будет включать туловище. Вот ключевого статка, тазобетанного. И дальше расстояние до колена и расстояние до земли. Что осталось в пределах человеку? Руки. Стоп. Подождите. Руки вертикальной носили. Шею и голову. Шею и голову. Отлично. Ну, давайте смотреть. Примерно на три одинаковых отрезка режем вертикаль. Обратите внимание. Тазобетанное вставо, вроде бы, оказывается неожиданно высоко. Если вот это пол, так, локал с ноги начинает спиять. А вот здесь уже плечо. Где-то вот здесь плечо. Плечевое вставо. Хорошо. Ну, а какой же высоты примерно голова вместе с шеей? Ну, примерно нужно на головы. Примерно на, ну, половине. Половине чего? Половине на средине? Ну, примерно, побольше, как правило. Дальше все будет зависеть от возраста. Помните, мы с вами старались, как немножко меняя пропорцию, можно изобразить возраст человека. У ребенка какую сторону пропорции поплывок? Голова больше. Голова больше. А если сравнить длину туловища и ноги, то отношение длины туловища к длину ноги у кого больше? У взрослого, у подростка или у маленького ребенка? У маленького ребенка. То есть у маленького ребенка самые длинные ноги. Самые короткие ноги. Самая длинная, самая большая голова. А почему такое, исходя из правил русского языка, мозг одного количества? А теперь попробуйте эту мысль как-то более традиционно выразить. А нервных клеток в мозге всю жизнь у человека одинаковое количество? Ну, по последнему данному не совсем так, но примерно так, абсолютно право. Нервные клетки не умеют размножаться. А это значит, в момент рождения, сколько у человеческого детеныша в головном мозге нервных клеток. В головном мозге? В сердце. Поэтому размер мозговой части черепа, значит, очень-очень крупный по отношению к другим почтям тела. А теперь внимание, а сколько разных сочетаний используют слово «мозг», когда описывают тело у человека? Кроме головного мозга, какой еще есть? Спинной. А спинной мозг, а спинной мозг где-то такой? Он в позвоночнике. В позвоночнике, в спинном мозговом канале позвоночника. Так? А нервные клетки, из которых спинной мозг состоит, могут определиться? Да, нет. Ни одна нервная клетка делиться не умеет. У них заблокировано размножение. А это значит, сильно ли увеличится длина спинного мозга с момента рождения до взрослого состоя из? Нет. Совсем не мало. А теперь, как это скажется на пропорции? Итак, голова должна быть крупная, чтобы засунуть в нее головной мозг. Спина должна быть длинная, для того, чтобы что там поместилось? Спинной мозг. Спинной. Отлично. А вот что может подождать? Многие руки. Так? Поэтому, как будут меняться пропорции с возрастом, если уж говорить совершенно точно? Значит, у новорожденных по отношению к длину толщицу, длину толщицу берем за единицу. Размер головы больше или меньше, чем у взрослого? Итак, у новорожденных за единицу. Единицу взяли за единицу. Вот она, единица. С ней будем сравнивать. Длину толщицу. Сравниваем, сколько долей от единицы занимает голова у взрослого человека, и сколько долей от единицы занимает голова у новорожденного. Я думаю, что у новорожденного занимает где-то больше половины. Больше половины. То есть, у кого относительный размер головы больше? У новорожденного. У новорожденного. Отлично. Теперь, с длиной полощи сравниваем длину ноги и руки. У кого относительный размер конечности больше? У взрослого или новорожденного? У взрослого. У взрослого. А если по отношению к длине вашего тубовища голова небольшая, а а конечности длинная, то это кто? У взрослого. Потом разберемся, как пропорциями можно показать отличие подростка от взрослого. Здесь тоже, там вот можно лицо не изображать, и все равно он будет видно. Это уже человек где-то 25-30 лет, или человек 12-14 лет. Тоже самое, пропорции будут отличаться. Хорошо. Вот мы разбили вот так вертикально. Пожалуйста, не стремитесь вырисовывать все детали лица. Задайте в такой вид. Голова. Голова изобразит фруктового. На нитре размер эквиваля. На нитре шею. Вот здесь у вас ключевые суставы. Как-то вот так. Пойдет туловище. Как-то вот так. Будет находиться в стадии. Как-то вот так у вас пойдут ноги. Внимание. Одно важное, что тут при изображении носа. Значит, скажите, пожалуйста, когда человек просто стоит. Успокойно. Он ноги держит вот так и оставлены? Или они все-таки более-менее рядом? Очень часто даже стопы прикасаются друг к другу. А положение начала ноги-то, запередренного стопа, они рядом или разнесены? Так что, от запередренного стопа, нога пойдет точно вниз, вот линия ноги, пояс ноги. Нет, немножко к центру. Только не сводите в одну точку. Так? У вас же ширина стопы есть? Да. Вообще? У вашей стопы есть ширина. Значит, могут ли эти две линии прийти вот так в одну точку? Нет. Да нет. Ваша стопы имеются в ширину. Значит. Итак, вот это первое ваше задание. Второе задание точно такое же, как как дарят руки. Мы с вами говорили, какие пропорции у рук. А плечевого состава вниз пойдет локоть. Какая длина локтя? Согните руку в локтя. Смотрите, где он у вас? А где в том отдел? Он на уровне последних ребер. Вот у вас последние ребра. Он до начала таза в костях стоит? Нет. Не, не стоит. То есть, на самом деле, да? Локоть кончится вот здесь. Значит, примерно три четверти. Ну, примерно три четверти. Ну, а дальше все будет зависеть от возраста. Так? Хорошо. Хорошо, кисть. Вот вы, рука свободно висит вдоль тела. Так? Лучезапястный сустав. Выше дозабедренного, ниже? Ниже. Немножко ниже. Совсем немножко ниже дозабедренного. Хорошо. Вот по этим линиям лучезапястная. Какая линия кисти по отношению... Вот такой фиг пояс. По отношению к предплечью. Меряем раз. Ну, на самом деле, немножко больше. Где-то 1,6-1,7. То есть, примерно вот так кончится кисть. Только жестким у середины бедра. Так? А то это больше шамбандо. Не опускайте длинную руку до колена. Понимаете? Когда человек стоит выпрямившись, вы вот так положите руку, пальчиками, если не сгибаетесь, коленку можете достать? Ага. А на многих ваших рисунках, как вы это приверите, ваши человечки не только коленку так свободно достают, они пятку почесать могут. Значит, вот пропорция человек, что-то достаточно важная. Итак, еще раз вспомнили, как пропорция хвост. А теперь ровно то же самое, но прочее. Вертикальку, все наши эти ориентирные линии можно сюда снести. Получаем здесь позабедренные, здесь коленные, где здесь плечо. Вот так голову. Голубу опять ровно рисуем. Кстати, смотрите, я как нарисовал голову. Вертикально или наклонно? А кто понимает, почему наклонно? Потому что челюсть. Ага. У нас левняя челюсть выступает вперед, а позвоночник все-таки лучше крепить к черепу где-то поближе к его центру тяжести. А центр тяжести вот здесь. Так? Так что оказывается, что длинная голову вот так немножечко наклонена. Хорошо. Ну а теперь вспомнить, все-таки мы говорили про изгибы позвоночника. Только прошлое занятие показало, что использовать этот материал вам крайне трудно. Ну, потому что вы такие изгибы рождаёли. Помните людей, которые попадали в шестеренки, да? Значит, когда у вас позвоночник участвует, как у верблюда начинало вот так. Кстати, у верблюда идеально прямой позвоночник. Его горбы как нитиформата с позвоночника. Это совсем другое. А это жирное положение. Да, это жирное положение. Ну, скажите, пожалуйста, представьте себе такого немецкого бюкера, любителя пива, да? Значит, он гордо несёт перед собой мужскую гордость. Как говорят в Германии, бюрбак. Так? Уза. Немцы справедливо считают, что у мужиков куза не от гиба, а для гиба. Так? Значит, хорошо. Вот такой гордость только спереди. Скажите, а почему у него такой гордость? Потому что у него позвоночник вот так вперёд поехал. Че, жировое положение. Да нет, жировое положение. Вот у верблюда ровно так же. Что-то понятно, что он очень приятно. А теперь изгибы. Итак. Вот там, за точкой, напишите, внимание. Прямо на центральной линии тела, где смещено назад. Да. Мы же с вами говорили, что вот он, первый изгиб позвоночника. В сторону окна. Вот он. Начиная с этой точки. Какую сторону изгиб? Назад. Да, вот здесь будет вот такой. Вся рудная клетка прикреплена вот к этой части позвоночника. Теперь дальше. А дальше вот она, поясница. Прогиб вперёд. А дальше вот этот забедренный встав, вот здесь таз. Резкий прогиб назад. Вот эта точка забедренного встава. Ну, а дальше на боковой правильцу руку можно нарисовать. Не надо. Всё. Вперёд. Прогиб. Линии поверхности тела пока не рисуют. Вот вы нарисовали главные узлы. Вот эти линии уберите. Они вам как-то смешат не будут указывать, да? Вот линия шеи. Вам нужна вертикальная ручка. Линии боковского улича. Убирайте, они не нужны. Так. Опа. А длина кисти у вас равна половине предплечья? Нет. А что же вы делаете? Есть два очень характерных варианта ошибки. Девицы, когда делают рисунок человека, всегда преуменьшают размер кисти, размер стопы и размер зубов. Так. Малюсенькие-малюсенькие пальчики. Вот такая ножка. И уж совсем отсутствующий зуб. Парни, когда делают рисунок, вот такие кисти. Вот такие стопы. И уж зубы такие, что там, я не знаю, бетонную стенку прогрессит. Знаете, мы зачем с вами сейчас вот так просчитаем все эти вот? Для того, чтобы вы примерно понимали, какое соотношение имя. Май, пока вот эти линии не нужны. Нужен сам каркас. То есть, вот таким карандашом удобно в носу, поговорить. А вот рисовать мы совершенно удобно. Берите, нормально. Знаете, как раз. Каркас, что имеется в виду? Вот эта длинная осевая и положение суставов, и оси, идущие через руки, и через руки. Все, ничего больше не надо. Все остальное сейчас потапывают, но не мешают. Потому что вот эти все линии выбирайте. Да, но оси, и еще нужно, надо сказать. Вот это, да? Надо. Остальное выбирайте. То же самое. Ребята, рисуйте только каркас. Вот эти линии не нужны. Линии шеи не нужны. То у вас в конечном итоге должно получиться. А интересовать? Нет, не надо. Нам каркас нужен сейчас своего, чтобы разобраться с основными мышцами человека. Вот вы наметили такой каркас, чтобы надо одевать плоти, чтобы получить контур человека. Вот как у вас проводится линия контура, зависит от того, какой толщины мышцы. И где такая мышца расположена. Очень рано. Очень рано. Вполне рано. Вот здесь так можно... Ага, ну вот размер. На самом деле еще нет. Если уж, да, да, еще не будете побольше. Вот, вот, вот теперь тоже отлично. Победили вашу вот эту вытянку. Помните, как у вас вчера получилось? Как тут подоспать его каток попали и так раскатали. Так, ну-ка. О-о-о. Ну, давай, мякс, да. Скажи, пожалуйста, вот этот человек находится в устойчивом равновесии или в оттепах? Вот, не совсем не получается. Смотри, вот, вводит на бену, которую он отбирает, согласен? Вот, вот, вот. Значит, а как так вводит? Центр держит этого человека какой-то очень плюс. Правда, наоборот не коренок. Вот он где, наоборот, солнечное сплетение. Если мы от него меньше опустим вертикаль, видишь, она вышла за пределы плаща. Это человек, который подойдет на. Поэтому я говорил, сначала пропустим вертикаль. Смотри, как на доске вся игра вокруг вертикали. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. А это полно. Так, давайте смотрим. Так, о, пока не очень. Вот как он сможет. Это у вас голова такая? О, так. А ну, давайте, задачка ведь была, да? Как раз обратить внимание на пропорции. Вот у вас голова. Значит, ну, давайте сравним с тугой еще. Раз, два, три, четыре, пять. У вас голова в пять раз меньше дулаща. Вот длина дулаща, да? Одна пятая длина. Это сколько? Это вот сколько? То есть, если бы у меня голова была вот такого размера. От верхушки до большого пальца. Ну, это как-то странно. Да, была бы совсем другая фигура. Это был бы такой недоразвитый шварцунг. Да? Ребенок взрослый, подросток. Да, не скорее, а причем ребенок, который, судя по этим пропорциям, только-только начинает ходить. Если бы его нарисовали на четверинках, я бы сказал, что это ребенок до года. Но поскольку он у вас стоит на ногах, значит, вроде как ходить у меня. Значит, где-то больше будет. Но вот ему не может быть пять лет. Вот пять лет уже не может быть. Вот такое соотношение. Вот такая голова по отношению к ноге. Давайте померить, да? У вас высота черепа равна длине бедра. То есть, обратный случай. Беру длину бедра, да? Вот она. Ага. Пробую себе поставить череп такого размера, да? Классно получается. Да, да. Может. В самом раннем, нижнем возрасте. Да? Ребенок чуть-то взрослел. Это что произойдет? У него простыковывающий растет быстрее, главное, намного. А еще быстрее что растет? Ноги руки. Ноги руки. Ноги руки быстрее всего растет. Хорошо, сделаем. А может быть, так, у вас очень большие руки и маленькие тела? Бывает. Ребята, вот то, что мы здесь с вами нарисовали, это средняя продукция. А теперь, слышали вы когда-нибудь такое слово комплекция? Да. Да. У всех людей на свете одинаковая комплекция? Разная. Нет, совершенно разная. Так? Бывают люди с очень длинными рычагами. Рычагерство. Как раз длинные кости рук и ног. Так? И у них все эти коэффициенты окажутся иными. Вот если я взглянусь в единицу, то все игры с головой остаются такими же, как мы с вами делали. Да? А с руками ногами? Не. Локтевой стоп выезжает почти сюда, к тазобедрами. Так? Предплечье вот здесь. Но пальцы не достают колено. Почему? Потому что нога уехала, чтобы узнать куда вниз. Да? Значит. Бывают такие комплекции. Бывают, наоборот, люди, у которых более короткие конечности по отношению к тугу. И здесь есть определенный закон. Так? Значит. По пропорциям нужно выявить не только возраст, не только пол, но и расу. Смотрим, как люди расселяются на земном шаре. Ясно, что с 20-21 года живут те там, где хотят. Но большинство людей могут перемещаться к земному шару более-менее свободно. Ну, хорошо. А 3-4 века назад я взял к нему пальцем в волосы. Можно ли сказать, какие люди, люди какой расы, скорее всего, обитают на этой территории? Конечно. Там, так вот, ребята, в зонах приближенных к Арктике, так, будут обитать народ, да? Имеется в виду, не пришли в качестве завоевателей там, 5 веков назад. 5 веков это очень мало. Это не просто мало. Это очень мало для развития биологической системы. А наше тело построено как раз в рамках эволюции. 100 тысяч лет, ну, туда-сюда еще нормально. Так? А века это секунды, это не считается. Так вот, народы, которые возникли в полярных условиях, всегда, точнее, сформировались, всегда будут иметь при относительно глинном корпусе короткую шару и относительно короткие конечности. То есть, тело массивное, компактное, из него в сторону мало что торчит. Народы, обитающие в эквенториальных зонах, наоборот, будут иметь при такой линии волки, очень длинные конечки. С точки зрения, какая раса, большая раса, самая относительно длинноногая? Негроидная раса, да? Самая относительно коротканогая? Монгалоидная, северные варианты монгалоидов. Эскимосы, Чупча, Эвена и так далее. Значит, если есть скелет взрослого человека с разными пропорциями, всегда можно даже раз прикинуть. Как видите, скелеты это очень говорящая система. Очень много можно понять. Можно спросить? Да. А вот те, у кого самые короткие ноги, но самые длинные руки? Такого не бывает вообще. Ни разу. Если уж происходит удлинение конечностей, оно касается и рук, и ног одновременно. Если у корочения, то опять же. Ставлю. Так, ну давайте смотрим. Вот у вас, ширина плечи, да? Давайте сравним с видной бедра. Видите, у вас ширина плечи такая же, как вся нога вместе взятая. Скажите, пожалуйста, мы о таких коротках, вот на доске. Коль, и сейчас главная задача в ловчу. Разобраться, как относятся друг к другу разные участки человеческого тела. Так, ну вот, исходя из вот этого, вы совсем не поняли, о чем идет речь. Скажи, пожалуйста, вот эта длина, длина туловища, чему должна быть равна? Длина целой ноги? Оля, я сгибаю ногу. Так, смотрите, моя колена, мое колено здесь. Длина туловища равно длине целой ноги или половине ноги? Половина ноги у вас. Вот у вас половина ноги, вот половина ноги, согласны? Вот туловища. Что длинеет? Во сколько раз? В два с половиной раза. Теперь, вот у вас мотивовый шаг. Вот у вас длина плеча, вот у вас длина предплечья. Они одинаковые линии? Что длинеет? Во сколько раз? Где-то два с половиной. Угу. Задачка была соотношение участков тела. Будьте добры, сейчас пока с мышцами не возитесь. Вот пока не построите нормальный каркасик, ровно до тех пор вся остальная дальнейшая работа бессмысленна. Да. Нормально, только вот этой клинией вам будут мешать. Ну не нужно сейчас это в хозяйстве. А так еще, да, вполне нормальная пропорция. У вас глава все-таки маленькая, как-то будет. Ну и потом. У вас вот здесь тазовый штаб. Покажите мне, нафигники. Где у вас тазобедренные штабы? Ага. И руки не доходят до тазобедренных штабов. То есть кончается вот так. Ну, смотрите, у вас рука кончается, не дойдя до тазобедренного. Понятно, что вся ладонь лежит ниже тазобедренного. Мой. Мой. Мой.